Прямо сейчас мы встречаем гостя в нашей студии. В Ленинградской области состоялся международный слет скаутов разведчиков «Юбилейная высота под знаменем Петра». Сегодня об этом масштабном событии нам расскажет начальник дружины Владимира Организации российских юных разведчиков Евгений Алексеенко. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, насколько значима была юбилейная высота для всех разведчиков России и я знаю, что были даже гости с других стран? Ну, это большая дата, 110 лет от основания нашей организации, Организации российских юных разведчиков. И таким большим событием, таким большим слетом мы решили отметить эту юбилейную дату. Мы совсем недавно принимали скаутов у себя в гостях, а вот сейчас совершили такой марш-бросок, при том, что на такое большое расстояние. Какова была география этого мероприятия? Насколько много посетило юных разведчиков эту юбилейную высоту? Из 18 регионов России были делегации, 37, по-моему, делегаций, и из четырех стран Европы и из Америки. Это были лучшие из лучших? Чаще всего получается, да, что в дружинах, в регионах, в отрядах, в отделах проводятся свои лагеря, и уже на большие слеты едут самые лучшие, самые достойные. А почему именно это место было выбрано для слета скаутов? Ну, по двум причинам. Первая причина, это, конечно, то, что Организация российских разведчиков вообще зародилась в Ленинградской области, в Павловске, и в 1909 году, 30 апреля, был зажжен первый костер в Павловском парке. Ну, и вторая причина, отдел СЗО, северо-западный отдел, принял на себя обязательство провести этот слет, достаточно сложно организовать технически, и организовать и подвоз воды, и подвоз продуктов, и подвоз материалов, и организовать программу. Ребята взялись, за что им большая благодарность, потому что слет был проведен на высочайшем уровне. Что было самого интересного в программе? Я знаю, что она строилась из нескольких тысяч частей. Программа была очень интересной, очень насыщенной. Состояла из двух частей. Городская программа и лесная программа слета. На городской программе это литургия в Казанском соборе на праздник Казанской иконы Божьей Матери. Это выстрел из Петропавловской крепости, из пушки Петропавловской крепости. Старший скаутмастер сам стрелял из этой пушки в присутствии ребят. Это парад на Сенатской площади, квест по Санкт-Петербургу, а лесная программа просто удивительная. То есть весь слет был посвящен именно Петру, и времени Петра Первого, и дети взяли Азов, дети участвовали в Полтавской битве, дети прошли посольство, это такое большое количество активитетов, и кузница, и скаутские направления, там узлы, костры, ориентирование, и строительство там парусов, как это все устроено, и пионеринг, и выживание в лесу. То есть много-много всего, что дети успели за это небольшое время пройти и поучаствовать. Ну и, конечно же, вечерние костры. Ну и, наверное, самое запоминающее событие, это бал в лесу, в сосновом лесу, в окружении факелов, в окружении фейерверков, дети в костюмах, девочки в платьях, мальчики в белых рубахах, в черных брюках танцевали, старинные танцы. Это просто восхитительно, и, наверное, вот у детей самое большое впечатление все-таки от бала. Евгений, нам тоже обращается телезритель, наверное, хочет спросить о ваших впечатлениях или поделиться своими. Здравствуйте, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы знаете, хотелось бы поблагодарить нашего замечательного руководителя Евгения Геннадьевича, конечно же, его еще и супругу Екатерину, о том, что он уделяет время нашим детям. Я мама двух ребят, которые ходят в данную организацию. Попали мы туда чисто случайно. Наша дочь была в потешках, и ее пригласила Эльвира Васильевна в рождественский лагерь, который проходил в нашем городе Судок, да, в основной школе. Ей все понравилось, она приехала с такими впечатлениями. Потом, благодаря Белкину Роману, сын тоже попал туда, в эту организацию. Мы тоже стали ходить, участвовать. Когда подросли, стали посещать занятия, которые проходили в 15-й школе города Владимира. Мы, конечно, старались поддерживать и отправлять их во все лагеря, слеты. Ну, а потом как-то сами незаметно тянулись в эту большую, скаутскую, прекрасную семью. И увлечение стало семейным, да? Да, да, да. В этом году... Ясно. Спасибо большое. Мы вас поняли. К сожалению, время эфира ограничено. Прокомментируйте. Ну, спасибо моментально за звонок. Действительно, так оно и есть. Сначала дети, а потом многие родители приходят к нам и помогают. И без них вот не состоялся бы вот наш последний дружинный лагерь без помощи родителей. Потому что вот семья Курьянов вообще взяла на себя закупку и доставку всех продуктов для лагеря. Это такой большой объем работы. Освободив от этого руководителей и руководителей, вот я лично смог заниматься исключительно программой. А уж потом, когда это становится действительно делом всей семьи, семья помогает поехать в большую семью на такое мероприятие. У нас видеосюжет есть, который прошел в наших новостях. Давайте посмотрим. Слет «Юбилейная высота» под знаменем Петра в этом году был посвящен 110-летию организации российских юных разведчиков. Он прошел в Ленинградской области на берегу озера Кельзалампе. Слет собрал около 900 участников из 18 регионов России, а также из Литвы, Эстонии, Панамы, Франции и США. Участниками столь масштабного события стали 23 владимирских разведчика. Программа слета состояла из двух частей – городской и лагерной. Самой интересной и насыщенной стала лесная программа. Она была посвящена эпохе Петра I. Шесть дней участники слета провели в атмосфере петровского времени. Юные разведчики приняли участие в Великом посольстве – серии мастер-классов по разным направлениям. Ребята учились вязать морские узлы, оказывать первую медицинскую помощь, рисовать и делать духовые ружья своими руками, получили навыки по строительству кораблей. В игровой форме на лесной поляне прошли две битвы – взятие Азова и Полтавское сражение. На слете работал скаутский музей, в котором собрали документы, фотографии и другие артефакты, повествующие об истории скаутского движения в России, начиная с первого костра, который был зажжен в 1909 году в Павловском парке до дня сегодняшнего. Важная часть методики организации юных – православное воспитание. Юные разведчики приняли участие в божественной литургии, которую отслужили прямо на поляне лагеря. Одним из самых ярких событий стал Петровский бал. Ребята и взрослые, нарядившись в стилизованные костюмы Петровской эпохи, танцевали кадриль, вальс и мазурку. Сражения и танцы Петровских времен особенно впечатлили юного разведчика Григория Силаева. Он в дружине Владимир уже два года. Несколько раз бывал в лагерях, но в таком оказался впервые. От слета юный разведчик получил много ярких впечатлений, но самое главное – дружеское общение. Очень много эмоций, потому что ты встречаешь старых друзей на мероприятиях, ты становишься дружнее с другими людьми, которых ты не знал. Вы все находите общий язык, находишь общие интересы. Каждый день юных разведчиков завершал традиционный вечерний костер. Для ребят это время интересных историй, живого общения и подведения итогов дня, игр и песен. А начинается он традиционно с гимна разведчиков. Вечернего костра Егор Ефимов каждый день ждал с нетерпением. Он уже опытный разведчик, первый раз поехал в лагерь после окончания первого класса. В скаутинге Егору уже шесть лет. Больше всего ему нравится изучать новые узлы, а также играть в разные игры. В лагере ему понравились игру костра, полтавское сражение и захват Азова. Еще очень было интересно играть за хатфлагом между своими полками. Мы стреляли из ружей, которые сами изготавливали прямо там в лагере. Они состояли из деревянного приклада, железной трубки и изоленты. Также в программе слета были разные конкурсы и состязания. Дружина Владимир заняла первое место в конкурсе строевой песни под знаменем Петра, а также стала призером конкурса Петровская кухня в номинации Историческое блюдо. Но главное, подчеркивают владимирские скауты, это новые знания, новые знакомства и возможность почувствовать себя частью большого разведческого братства. Ирина Шульга, Анна Киселева, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант». Мы возвращаемся в студию и не одни с нами есть телезрители. Здравствуйте, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте. Я бы хотел передать привет всем скаутам и в особенности поблагодарить своего руководителя, Ликана. Я разведчик третьего разряда, ну, имя Лось. Мне очень нравится в скалском бюзине. Извините, связь прервалась. Связь прервалась. Ну что же, не хватило эмоций и слов. Наверное, вы поняли, кто позвонил к нам. Скуде, у вас же есть свои имена позовные. Это Ваня Рябов, Лось. Спасибо ему за звонок. Это очень активный разведчик, и очень-очень замечательно проявил себя на слете. Женя, тысяча человек на одной поляне. Как был организован быт? Насколько большой был урон для природы? И вообще, как вы пытались все-таки одно из направлений у вас такое созвучное и природообразное. Как вы пытались восстановить эту поляну? Ну, у нас есть закон, разведчик друг животных и всей природы. И есть такое правило, оставить поляну после нас лучше, чем она была до нас. Что нам удалось. И вот только вчера организаторы слета были на поляне, и уже там в ночи присылали в группу фотографии поляны, то есть, насколько она чистая. Питались и стояли все по делегациям, то есть, вот как приехали, отрядами, дружинами, отделами. И каждый отряд, и каждая дружина должны были оставить поляну в полной чистоте. Даже был экологический взнос, мы сдавали деньги. Если поляна оставлена в полной чистоте, то этот экологический взнос возвращался. В глобальном значении насколько важно было присутствие нашей Владимирской дружины на подобном масштабном мероприятии? Это важно и для организации в целом, и наиболее важно для нас, для наших детей. Потому что, когда мы варимся в собственном соку, ну, приглашаем мы своих друзей, там, из Уфы, из Канаша, из Москвы, из Подмосковья, из Егоревска, Богородска. А когда дети видят масштаб организации, когда они знакомятся с детьми из Камчатки, там, с Мурманска, из Америки, из Латвии, Литвы, и потом поддерживают эти дружеские отношения в социальных сетях, пишут письма, для детей это очень важно, видеть сопричастность к большой организации. Ну, а, кстати, когда дело идет о Петровской кухне, вот здесь как бы котел, это уже другой уровень. Чем поразили тех, кто оценивал ваше участие в конкурсе? Что такое вы приготовили особенно? Ну, да, вообще было много очень конкурсов между делегациями, и в двух из них мы победили. Мы победили в строевой песне, это марш Петровских времен, мы его выучили и пели, и этот марш был не русский, а французский, который очень понравился Петру Первому, когда в 1717 году он посетил Париж, и мы выучили его на французском языке и пели. А и второй конкурс, который мы победили, это конкурс Петровской кухни. Мы готовили три блюда, овсяный кисель, котлома, ну, это лепешки, и колья. Такое достаточно забытое блюдо, это уха на основе двух видов рыбы с икрой, и главный ингредиент – это рассол бочковых огурцов и бочковые огурцы. Все очень вкусно, и остается только добавить цитату как раз из того гимна, который вы выучили на французском языке. Пару строчек. Очень там все сложно, да, а в связи с тем, что я плохо пою, это лучше к детям, которые, да, замечательно пели. Ну, он такой военный просто марш на самом-то деле. Хорошо, заинтриговали. Спасибо огромное, Евгений, что пришли к нам сегодня в студии. Спасибо и всем разведчикам, кто сейчас смотрел эфир, передавали приветы, слова благодарности, новых успехов и до новых встреч. Спасибо большое.